Физкульт привет, туристы! Сегодня у нас день бэк-кантри фрирайда. Это будет реальный день фрирайдерши. Передо мной находится Настя Ануфрикова. Она чемпион России по фрирайду на горных лыжах. И сейчас мы с ней поднимаемся на курорте Горки-город в так называемом цирке 3. Мы хотим сделать не самую большую по перепаду, но красивую линию с парой прыжочков. Видите, вот перевал. Я пальцем показываю. Мы поднимемся на него. С перевала уйдем влево по ходу на вот эту вершинку. С вершинки обратно к перевалу. По гребню там есть дробь. Но он такой маленький отсюда. Вам кажется маленький, но на самом деле не маленький. И потом на ходах с разгона, с перевала мы прыгаем с карниза со снежного. И выкатываемся по вот этой белой красивой стеночке. Мы с Настей подошли к тому месту, где пора уже снимать лыжи и начинать подъем пешком. Ну, стеночка отсюда такая прикольная. И на самом деле я высмотрел еще один дроп. Нам нужно его с Настей обсудить. Вы тем временем можете набрать чай, присоединиться к нашему обсуждению. Смотрите, мы с Настей обсуждаем разные дропы. Она думала про вот тот большой, вот. А я говорил про вот этот маленький. Ну, нам просто нельзя ошибаться, потому что мы же видео снимаем. Поэтому вот смотрите, слева дерево. Вот чуть правее него есть дроп. Отсюда выглядит совсем фигня, но на самом деле он, наверное, метр. А со снежной шапкой все полтора, там, два. Под ним вроде нормальное плоское относительно приземления, да? Ну, так нормально. Ну, ладно, ты помнишь, что я еду за тобой, и я вообще ни разу не чемпион. Поэтому выведи меня в безопасное место. Чем отличается правильный рюкзак для катания от неправильного? Тем, что как минимум можно прикрепить лыжи. Лыжи крепятся, значит рюкзак правильный. Все остальное просто фигня. Ну, начинается мое самое любимое. Это пеший подъем. Почему самое любимое? Ну, потому что ты поднимаешься, от этого ноги у тебя укрепляются, становятся сильнее. Ты весь становишься сильнее. Ну, и еще на подъеме не так страшно, как на спуске. Хотя нет, на подъеме ты можешь думать о спуске, и тебе все равно будет страшно. Даже приходится немного тропить. Все же снега чуть-чуть выпало. Замело всякие старые следы, ямки. Ну, для спуска это классно. Мы с Настей периодически меняемся, потому что тропить в одно лицо очень тяжело. Так, выхожу я и поперли. Ну, кстати, снег такой приятный будет для фрирайда. Снизу есть относительно твердая подложечка. Чуть-чуть как раз ровно для того, чтобы держали лыжи, поворачивали. Ехали мягко, есть пушистая часть. Крутизна уже совсем приличная. Видите, я ставлю ногу и коленом почти касаюсь склона. Близится к 40 градусам уклон. Очень красиво сегодня. Ни облачка нет. Обратите внимание, что пешком тоже можно упасть. Я иду, что называется, на три точки. То есть всегда на склоне у меня три точки. Либо две палки и нога, либо две ноги и палка. Конечно, больно отсюда не улетишь, просто сползешь по склону. Но и даже этого не хочется. Вот отсюда хорошо видно ту хищу, которую мы хотим прыгнуть третьей. Вот видите, кусты ближайшие. За ними еще деревья. А над ними есть такой как бы разрыв троп. Вот, соответственно, его и будем прыгать. Высота, ну, не очень большая. Но, во-первых, он будет последним в линии, когда мы уже проедем и устанем. А, во-вторых, мы как бы для кайфа, а не для соревнований выбираем местечко. На самом деле, по такой крутизне на трассе, я по опыту знаю, что далеко не все люди умеют спускаться на курорте. Ну, а вне трасс такие штуки нужно ездить там, ну, если вы в первый раз, то в рамках какой-то школы. Или там с инструктором. Ну, или, по крайней мере, со старшим братом или вашей бабушкой. Вот, смотрите, нам нужно пройти на гребень чуть по диагональке. Здесь такая форма рельефа. Не самая безопасная с точки зрения лавин. Если пустить комок снега, то он валится вниз. Ну, это так, знаете, наивная форма показать, что склон лавиноопасен. Соответственно, здесь с Настей мы будем проходить по одному. Вначале я иду, она посматривает за мной. Потом она, я смотрю за ней из безопасного места. Конечно, до начала движения мы проверили, что наши бипперы включены. Да, у нас у двоих есть лопаты и всякие вот эти вот лавинные дела. Все, я в безопасном месте стою и просто наблюдаю за Настей, как она проходит. Как раз вот эту диагональ относительно опасная. Пока наблюдаю, могу вам рассказать про наш третий дроп. Вы его видите? И я нет. На самом деле, с высоты глаза, ни камеры, видно совсем макушку левого дерева, левых кустов. И все, это единственный ориентир. То есть, где-то мы будем ехать, и этих кустов даже не будет видно. Как зайти на этот дроп, вообще нетривиально, чтобы там не ушататься. Поэтому едем, запоминаем какие-то другие ориентиры. Например, вот собственную линию следов. Увидели свои следы с поворотом. Значит, нужно высматривать следующий ориентир. Это этот куст за перегибом. Увидели куст, движемся к кусту. Запомнили, на каком расстоянии от него поширенее по высоте. Ну, скажем так, куст это начало координат, где мы там будем прыгать. На гребне встречает супер яркое солнце. Вот оно из-за перевала показалось. Смотрите, отсюда видно ветровой надув, с которого мы собираемся прыгать. Он совсем невысокий до границы. Но если взять ходов, то можно прямо улетать очень далеко. Ну и приземление такое, как бы, хорошее, ровное, пушистое. Тут можно дать на полную. А вот наш первый прыжок. Издалека он не смотрится. Но он все равно такой вполне себе симпатичный. Нельзя сказать, что внушительный, но интересный. Настя уже на подходе к гребню. Видите, какая здесь крутизна. Она буквально четырьмя лапами гребет. Тут песец потоптал наш заезд на дробь. Просто вот следы песца, видите? Обалдеть. Он типа разгонялся и туда. Баба. Помните, я говорил вам, что снизу не выглядит как-то круто. А вот сверху вот как бы место отрыва. Настя приблизительно на уровне приземления. Нормально так. Вот здесь будет первый прыжок. С карниза второй. Дальше мы идем поворотами. Выходим вправо на гребень на дерево. И должны с гребня прыгнуть вправо. Да, что слева мы не знаем. Ни в коем случае нельзя съезжать влево. Только вправо, ну получается, через дробь. Когда выезжаешь туда на гребень на деревья, уже у тебя нет возможности передумать. Так, ну что, мы сейчас должны... Да, исключить все волнение. Давай, Настя, пару напутственных слов. Масочку сними, скажи мне что-нибудь. Чтобы я не так волновался. Ты же все это уже делал много раз. Главное, да, чтобы тебя не стесняло. Потому что у нас всего один спуск. Давай. Значит, я по возможности всегда чуть правее. Хорошо. Давай. Ну все, давай. Удачки. Ребят, волнительно. Давай. Один, поехали. Приземляем. С карниза приземляем. И за Настей. Пытаемся догнать. Блин. Да. Вот и все. Ладно. Настя, именно так и бывает. Но я все приземлил. Решил тебя по прямой догнать. И просто ошибся. Вот. Ребят, ну что могу сказать. Да, вот так бывает. Ты ждешь лучше спуск. Лучше спуск за день. Но ты волнуешься. Потому что как бы выступаешь перед девочкой. И все. И фейлиш. Не волнуйтесь. Если умеете кататься, просто соберитесь и едьте. И я здесь мог. Мог все вывести на любых скоростях. Поверхность отличная. Но просто сдался. Не делайте так. Субтитры сделал DimaTorzok